Конца света не произошло. По-видимому, его организация и реализация занимались те же люди, что и Российским фондом реформирования ЖКХ. Здесь тоже говорили, что к 2012-му все закончится. Толстой поселится на Курилах. Владимир Путин во время большой пресс-конференции предложил дать имя нашего великого земляка одному из островов, а свое имя дать отказался. Партия «Справедливая Россия» выдала очередной шедевр. Предложили женщин в армию призывать. Миноборона, кстати, отказывается, а зря. Хорошие инициативы могли бы получить красивую армию или бешеный демографический взрыв ради отсрочки. Таким макаром дожили до субботы. Всем здравствуйте. Не надеясь на пророчество мая или решив помирать так с музыкой, в Туле все-таки дособирали пазл под названием «Власть полноценная». Под звуки местного гимна в областном центре расправила крылья двухголовая птица власти завтрашнего дня. Выбери меня главные кадры недели. Мэр Тулы и сити-менеджер, или, другими словами, глава города и глава городской администрации. Несмотря на то, что противников двухголового управления хватает по всей России, пока это данность. Мэра избирают из числа городских депутатов, причем эти же депутаты. Он заключает контракт с главой администрации, последнего выбирают по конкурсу, побеждает тот, кто представит лучшую концепцию развития муниципалитета и вообще проявит себя со всех сторон положительно. В общем, все сложно, хотя в Туле лишних сложностей не случилось. Кандидатов на пост сити-менеджера было двое – Авилов и Стукалов. Последний просил голосовать не за себя, а за конкурента Авилова. Мол, он самый достойный, а мне бы понять, как с должностью министра ЖКХ справиться. Впрочем, иного поворота событий никто и не ожидал. Ведь больше месяца пресса и слухи готовили нас к имени Евгений Авилов на табличке кабинета главы администрации. С мэром тоже сюрприза не получилась. Депутаты, как и ожидалось, выбрали Александра Прокопука. Тулекам придется отвыкать, склонять трудную фамилию только в связи с мусором, гололедом и бездомными животными. Список причин для склонения расширился вместе с мэрством. Итак, Александр Прокопук получил ключ от города. Ключ ему передал Евгений Авилов, потому что он был мэром до Прокопука, а теперь стал сити-менеджером. В общем, в этой муниципальной Санта-Барбаре тулякам придется еще долго разбираться. Пока же стоит запомнить хотя бы фамилии, потому как, мы выяснили, дела с этим обстоят в Туле крайне неважно. Вы знаете, как зовут нынешнего мэра Тулы? Боже мой, нет. А как главу администрации? Нет. А как зовут нынешнего мэра Тулы? Вы знаете? Мэра? А его выбрали еще? Нет, не знаю. А как главу администрации зовут? Тоже не знаю. Как зовут нынешнего мэра Тулы? Груздев. А как главу администрации? Не знаю. Как зовут мэра нынешнего города Тулы? Не знаю. А как главу администрации? Не знаю. А вы знаете, кто мэр в Туле? Мэр? А кто глава администрации? Гумернатора знаю, Груздева. А этих нет. Знаете, как зовут мэра города нашего? Боже, я почти не знаю. А как главу администрации? Тем более не знаю. Как зовут мэра Тулы, вы знаете? Не знаю. А как главу администрации? Без понятия. Как зовут мэра нынешнего города Тулы? Мичлав. А? Мичлав. А фамилия как? Груздик. А как зовут главу администрации, вы знаете? Администрации не знаю. К подробностям общения нашего корреспондента на улице мы еще вернемся, а пока продолжим кадровую тему. Итак, если с выборами мэра, он же председатель Гордумы, никаких сложностей не возникло, то с его заместителями все получилось иначе. Зал Гордумы, наконец, наполнил атмосферой колебаний, размышлений, прений и повышенных тонов. Причин несколько. Первое – шесть заместителей Прокопука. Много это или мало? Мы-то считаем себя равными, все друг к другу. А здесь нужно выделить кого-то главного, среди равных и прочих. Реально, всех заместителей, всех депутатов Тульской городской думы, может, по функционалу, Александр Евгеньевич, мы же вам помогаем, мы же по вашим руководствам работаем. Может быть, всех сделать заместителями, председателя Тульской городской думы. Ну и это так вот, чтобы не было распрода между мирными людьми. Еще одна причина для волнений – положение новых замов, вернее, местоположение. Подход должен быть, я думаю, вот такой. Сидит председатель, руководитель Тульской городской думы, сидит его заместитель, представитель города, глава исполнительной власти города Тулы. Остальные все сидят в партере. Когда спустя 40 минут определились, скольких будут выбирать, забыли то, как их выбирать. Евгений Васильевич, я просил бы поставить на голосование и рейтинговое, и альтернативное. Поскольку рейтинговое я заявил первым, я прошу его первым поставить на голосование. Александр Евгеньевич предложил проголосовать списком и в целом по проекту решения. Поэтому я предлагаю проголосовать сначала за его предложение, за то, чтобы голосовать списком, а потом за проект решения проголосовать в целом. Но у нас в регламенте голосовать списком нет такого порядка голосования. Почему? Мы голосуем за проект решения, которое внес Александр Евгеньевич. В общем, атмосфера накалилась настолько, что некоторые депутаты запамятовали, как зовут председателя Думы, которого они же меньше часа назад и выбрали. Несколько минут назад мы практически большинством голосов поддержали нового главу города Прокопукаль Саньевенчи. Напомню, мэра Тула зовут Прокопук Александр Евгеньевич. Кстати, вновь избранный и назначенный в тот же день прошли боевое укрещение на передовой коммунального фронта. Можно сказать, влиться в работу Прокопуку и Авелову помогла авария на водопроводе, которая грозила оставить без воды и отопления весь пролетарский район областного центра. И весьма надолго. В таком случае фамилии новых руководителей население запомнило бы очень быстро. Но крупную аварию удалось достаточно оперативно ликвидировать, на место прорыва приехали и мэр, и сити-менеджер. Во-первых, и должностные обязанности, а во-вторых, как-то символично. Мол, не лейте в воду, господа, иначе прорвет. А теперь добавим немного личного. Муниципальные портреты первых. Тема недели. В 8 утра по коридорам Тульского Белого дома раздаются быстрые шаги. Евгений Авилов спешит на работу. В новой должности, но в старый кабинет. Привык к этим квадратным метрам, пока был главой города. Потому решил не приезжать, а сменить табличку. На рабочем столе привычная фигурка в полном обмундировании, по селектору привычный голос, да и обязанности, по словам Авилова, привычные. Я не могу сказать, что это новая работа. В общем-то, хозяйственными вопросами я старался заниматься и в течение двух лет, когда главой муниципального образования был. Поэтому, как работает, это будет видно по результату, я думаю. Кстати, если увидите, что Евгений Авилов ходит по коридору Белого дома по странной траектории, не мешайте, человек думает. Он признался, что именно так в движении ему легче решать серьезные вопросы. Напрашивается вывод, что в последнее время Евгений Авилов ходил много и подолгу. Все спрашивают, зачем тебе это нужно, да. То есть, как бы, в общем-то, хорошее место, глава муниципального образования, больше политика и прочее. Но вопрос самореализации, вопрос доказать в том числе самому себе какие-то вещи на то, что ты готов, ты способен и ты можешь. У меня такой характер, что возможно это трудно, возможно это сложно. Но я всегда иду, стараюсь идти одним из самых трудных путем, потому что я считаю, что это самый трудный путь, там, где нужно проявить силы, трудолюбие, характер. Мне кажется, это как раз самый короткий путь для достижения результата. Насколько успешно Евгений Авилов финиширует на выбранном пути, можно будет судить по контрольным точкам. План своего муниципального марафона глава администрации изложил конкретно. Конкретно благоустройство, комплексное благоустройство дворов, конкретно, конечно же, дороги, конкретно продолжение строительства трамвайных линий именно в плитах и бетоне, конкретно мост, вот, по-любому, в том или ином виде или качестве, либо это платный мост, либо это продолжение дальше. Решать вопрос с мостами в Туле, в общем-то, обязательно необходимо. Конечно же, конкретное строительство детских садов, конкретно строительство муниципального жилого дома, вот, конкретно строительство спортивных сооружений, то есть, как бы, вот, все, что, эта программа, которая подготовлена и принята в рамках бюджета, это все конкретно. Список проблем Тулы, конечно, гораздо шире, чем обозначены в заявленном плане действий. Новый сетименеджер всем угодить не сможет, а, следовательно, ходить ему, чтобы плодотворнее думать, придется много. Руководители, чиновники, да, я не люблю это слово, вот, мы получаем зарплату из городского бюджета. И, в принципе, это те средства, которые налогоплательщики в этот бюджет вкладут. Поэтому оценка моей работы, это в том числе и оценка, то есть, обоснованно ли я получаю свою зарплату. На вопрос, каким он будет главой администрации, Евгений Авилов ответил довольно коротко. Буду трудолюбивым, буду открытым, вот, людям. Вот, пока две черты, да, остальные все, я думаю, остальные все пусть тулики сами оценят. Такой же вопрос мы планировали задать и новому мэру Тулы. Однако, в новой должности перед камерами Александр Прокопок появился дважды. Первый, во время устранения аварии на водопроводе не повезло. Второй, во время пресс-конференции не отвертеться. Далее мэр исчез из поля зрения. На звонки не отвечал, интервью не давал. Что касается нового рабочего кабинета Прокопука, увидеть мэрские метры нам так и не удалось. Куда именно перевезет Александр Евгеньевич свое хозяйство из спецавтохозяйства, пока загадка. А хозяйство большое, чего стоит один аквариум объемом 200 литров. В общем, зимние каникулы Александра Прокопука, видимо, пройдут в суете до сборок. Кстати, нежелание общаться с прессой у нового мэра похоже на разновидность кислотной болезни. Напомню, что Александр Прокопук знатный дайвер, а любой опытный водолаз знает, что быстрое всплытие грозит серьезными проблемами. Видимо, поэтому и не торопится мэр всплывать, отсиживаться на глубине. Ну а далее два варианта. Либо журналисты на берегу ждать устанут, либо кислород закончится. А вообще, Александру Евгеньевичу просто необходимо чаще встречаться с населением, потому что пока населению очень трудно отдавать наказы новому мэру. Я бы хотел, чтобы при Прокопуке было в Туле вот эту вот фразу и свое пожелание. Будьте любезны, еще разочек. Я бы хотел, чтобы при Прокопуке был в Туле. Прокопук. Прокопук. Это фамилия, да? А, вот так. Это, наверное, вы избрали. Я бы хотел, чтобы при новом мэре при Прокопуке наш город цвел. Наш город был зеленый, чистый и, наверное, чтобы решалась транспортная проблема, в конце концов. Я хочу, чтобы при Прокопуке было лучше, город получался, становился чище и все в таком же. Хочу, чтобы в Туле при Прокопуке во дворах были хорошие дороги. Вот искренне желание такое, потому что мучиться уже больше невозможно. Чтоб в Туле было. Да. Чтоб чистая Туле была. Не, а вот всю фразу. Я бы хотела, чтобы при Прокопуке, чтобы в Туле было. Вы думаете, я не смогу повторить его фамилию на морозе? Смогу. При Прокопуке было в городе чисто. Могли бы повторить фразу. Я бы хотела, чтобы при Прокопуке в Туле было. И потом свое пожелание. При ком? При Прокопуке. Это кто? Это мэр Кукулы. А он сейчас, правда? Да, да. Боже, пасть, это очень сложно. Не, ну так, попробовать хотя бы. А еще раз повторить по-русски. Прокопуку у него фамилия. Прокопуку? Да. Ну, повторю, Прокопуку дальше. А могли бы повторить такую фразу? Я бы хотел, чтобы при Прокопуке в Туле было. И потом свои пожелания. Я бы, знаете, насчет этих скрывоуров не особо, понимаете, что где-то. При еще... При Прокопуке. Куку. Я хотел бы, чтобы при Капуке в Туле дороги нормальные хотя бы были. Нет. Я бы хотела, чтобы при Прокопуке. Ребята, извините. Я бы не могу. Спасибо. Хотя преподаю иностранный язык, а слово запомнить не могу. Я бы и говорить тоже. На этой неделе появился документ, который сразу вызвал массу споров и разногласий. Это постановление, регламентирующее порядок проведения массовых мероприятий в Тульской области. В муниципалитетах определили места, где люди могут собираться массово и массово высказывать свое мнение. Проще говоря, митинговать и устраивать шествия. В Туле таким местом выбрали площадь перед торговым центром Пината. Это на окраине города, в Заречи. И сразу же всплеск активности. Нас загнали за Пинаты, кричали одни. Нарушая 31 статью, кричали другие. Далее последовали подробные объяснения, что рядом с Пинатами можно проводить митинги без предварительного согласования с властями, если митингующих до 100 человек. Но переубедить кого-либо уже было трудно. А загнать неизвестно куда. А кто там услышит? Кто? В Пинатах. Странно получается. Есть те, кого обидели, предложив Пинаты. Кроме того, исходя из откровений Станислава Петровича, есть те, кто аполитично ходит за покупками. Есть Груздев, от которого все что-то скрывают. И есть власть. Последняя это какая-то загадочная субстанция, ибо тот же Куприянов говорит о ней как о чем-то непонятном и обезличенном. Хотя сам является представителем законодательной власти. Мы вышли на улицу, чтобы у Таляков спросить, где же надо митинговать. В основном отвечали, что митинговать надо на площади. Вот только говорили опять не про себя. Мол, пускай идут, митингуют. Я считаю, что для митингов есть площадь. Пускай там и митингуют. Пусть орут. Ведь в поле как? Ого-го-го-го! Оттуда такой же эхо. Если это не мешает спать или работать, то в принципе это нормально. Главное, чтобы это не мешало другим людям. Впрочем, предыдущий опрос, кто мэр города, показал, что общество скорее будет использовать пенаты аполитично, по прямому назначению делать покупки. Но даже в политике концентрированной нет-нет да выпадает осадок. В местном отделении партии «Яблоко» на этой неделе в осадок выпали несколько делегатов прямо с отчетной конференции. Причина обыденная. Деньги. Руководитель местного отделения Владимир Дорохов бурно отреагировал на предложение ревизора огласить финансовую сторону партийной деятельности. Ну а дальше слово за слово. И зал покинули несколько яблочников у отделившихся в лидерах депутат гордома Сергей Филатов. Еще недавно «Тульское яблоко» дружно и весело справляло поминки по выборам, а сегодня раскалывается надвое. Видимо, созрело. Но самое интересное то, как извинялся господин Дорохов за свое буйное поведение. Вы готовы сегодня извиниться? Я на всех эфирах, Зоя Николаевна. Я знаю вас как милую и умную женщину. Я сердечно прошу у вас извинения, если мои слова вас чем-то обидели. Они были произнесены в сердцах, в той нервозной остановке, в которой в том числе и вы с Галиной Григорьевной Веденеевой создали. Извиниться и при этом еще раз обидеть. Политтехнологии. Завтра на нашем канале в эфир выйдет программа «Год 2012. Итоги». Это интервью губернатора Владимира Грузева, журналистом трех тульских телеканалов. Наш канал представлял мой коллега Алексей Шершнев. И сегодня я предлагаю посмотреть часть большого интервью. Вы несколько раз вспоминали про поездки в районы. Если так немножечко утрировать, ну по сути, народ воспринимал сначала как чужого. Потом следующая стадия, наверное, как защитника. Потом для кого-то злой начальник. А почему вы считаете, что меня народ воспринимал как чужого? Ну чужой в смысле неизвестный, скажем так. Человек пришел со стороны. Вот сейчас какая у вас станет? Вы знаете, мне кажется, всегда народ как-то с надеждой воспринимал. Вот у меня нет такого ощущения, что меня воспринимали как чужого. Вот с элиты, да. Элиты воспринимали как с некой настороженностью. Это правда. А люди меня всегда воспринимали с надеждой. Потому что ведь тот объем проблем, который накоплен, вот этот объем проблем сегодня достался, так сказать, для решения мне и как губернатору, и, соответственно, региональному правительству. Поэтому, не знаю, мне кажется, что люди с большой надеждой, вот они надеются, что действительно те проблемы, которые у них есть, они эти проблемы будут решены. Поэтому никогда себя не воспринимал как чужим, или там, как вы правильно еще сказали? Защитник, злой начальник, нет такого? Начальник, наверное, не злой, а требовательный. Ну, сложный начальник, да, непростой. Требовательный, непростой. Ну, я, кстати, никому же простой жизни не обещал. Никому не говорил, что будет легко и просто. Санаторий-то, кстати, тоже никому не обещал. Хотите, работайте. Работать надо много. Но при этом условия закона о государственной и муниципальной службе, я стараюсь, чтобы они выполнялись. Ну, посмотрите, чуть больше, чем за год, средняя зарплата чиновников у нас выросла по правительству почти в два раза, да, на 70%. Муниципальные служащие начали зарабатывать больше, чем на 40%, чем зарабатывали раньше. Если раньше у нас глава района имел зарплату 25-28 тысяч рублей, то меньше 60-70 тысяч рублей уже на сегодняшний день нет. Всегда же, всегда есть, всегда можно что-то с чем-то сравнить, да, то есть вот как было и как стало, да. Вот если с 2006 года действует в Российской Федерации программа по строительству физкультурно-оздоровительных центров, ну, тогда задайте, скажите мне, пожалуйста, а почему в Тульской области не было построено ни одного? Вот почему? Сложно сказать. Сложно сказать. Ну, вот. А мы в этом году уже все-таки два бассейна построили, да, то есть вот один уже сдали, второй вот в ближайшее время сдадим. Это те бассейны, которые начнут работать. Причем мы успели взять два из 15 бассейнов, которые вообще были на всю Российскую Федерацию. Это же тоже один из тех небольших, маленьких результатов, которые достигнуты, которые, так сказать, решены. Поэтому здесь, не знаю, всегда вот, общаясь с людьми, я никогда не видел отношения, не видел к себе отношения того, что люди ко мне относятся немножко с осторожностью, нет. Дорожная отрасль, стройиндустрия – это все, знаете, составляющая, по-моему, инвестиционной политики. Вот на данный момент что сейчас помогает, что мешает, наоборот, приходу инвесторов в регион? Основное, конечно, есть объективное и субъективное обстоятельство, но основное объективное обстоятельство, почему инвесторы, скажем, не принимают решения по приходу в регион, это все-таки вот это постоянное какое-то ожидание каких-то экономических турбуленций, и практически все хозяйствующие субъекты пока оттягивают решения о открытии новых производств. Это касается не только Тульского региона, это в целом ситуация по стране, хотя я могу сказать, что в уходящем году мы очень неплохо поработали, и более 17 тысяч рабочих мест действительно на новых рабочих мест на территории региона создано. Могу сказать, что это очень приличный показатель, потому что по 2011 году в Российской Федерации было создано, то есть, так сказать, соотношение созданных и ликвидированных рабочих мест составило всего 50 тысяч рабочих мест. Поэтому 17 тысяч новых рабочих мест, которые у нас созданы в этом году, это большой результат. А вот Тульская область стала пилотным проектом в проекте «Открытый регион», «Открытое правительство». Это дает какие преимущества для работы с теми же инвесторами? А понятнее все. Понимаете, когда вот для инвестора понятно, как принимаются решения, то понятно, какие действуют системы института. Для него просто потом принять решение о открытии и размещении своего производства ему просто проще. Как отметил Алексей, после записи чаще всего в ответах губернатора звучало слово «доверие». Еще два термина «открытость» и «контроль» также стали литмотивом беседы. В итоге сформировалась некая формула «контроль плюс открытость равно доверие». О постоянных и переменных в этом уравнении завтра на нашем канале в 14.20. Игра в «Контрасты» – пожалуй, единственный доступный спорт в Дубинском районе. Здесь школьный спортзал стоит без окон, зато с новыми трубами отопления. Цена работы кисти местных абстракционистов – 400 тысяч рублей. Спонсорских денег. Впрочем, то, что картина не дописана, все понимают. Вот только энтузиазм у местных художников и сяк. Сергей Речиц отправился в Дубинский район на поиски капризной музы местного спорта. Гантели и гимнастика с недавних пор стали для жителей поселка Воскресенское экстремальными видами спорта. А дело все в помещении местного спортзала, который уже несколько лет не видел ремонта. Вот и приходится поклонникам здорового образа жизни тренироваться с опаской за эти самые здоровье и жизнь. Не дай бог, потолок на голову упадет или турник во время упражнения сломается. Мы раньше здесь проводили спортивные мероприятия, спортивные праздники в этом спортивном зале. Вот в чем дело. А сейчас некуда. Вот наши воскресенские едут, должны играть. Они без тренировок, без всего негде. Приезжают туда, им набьют, как говорят. Они возмущаются, они вот мы соберемся. Ну, они говорят, ну а что мы? Мы просто едем для того, чтобы просто провести время. Вот в чем дело. А заниматься спортом местным жителям очень хочется. Николай Мартынов, сам бывший спортсмен, отдал баскетболу 20 лет. Еще столько же тренировал молодежь. Пенсионер сплотил вокруг себя местных активистов. И делегацией с просьбами о помощи отправилась в районную администрацию. До мая месяца мы ездили несколько десятков раз. Встречались несколько десятков раз. Письменные обращения к ним делали. Обращения через газету. Что стоит здание не используется, а негде заниматься ни молодежным, ни спортсменом, ни ветераном спорта. В мае месяце Александр Викторович поехал с нами. Приехал вот в этот спортивный объект. Он смотрел и говорит, да, он в хорошем состоянии. Мы даже здесь еще его улучшим. Заменим все. И сделали действительно спортивный объект, где могли заниматься. И дал нам джеркменское слово, что 1 августа спортивный зал будет открыт. Чиновники навстречу людям пошли. Вот только в дотационном бюджете района ни копейки свободной нет. Поскольку ни за свой, ни за казенный счет отремонтировать спортзал пенсионеры не могли. Они вместе с чиновниками начали искать спонсоров. Неравнодушные директора предприятий вскоре нашлись. И работа закипела. Всего добрые люди дали на ремонт спортзала 400 тысяч рублей. На эти деньги удалось залатать крышу, заменить трубы и приобрести котел отопления. На этом работы завершились. На сегодняшний день ведется работа по подготовке документов на возможность подключения котельной. Для того, чтобы было газовое отопление у нас. В принципе, ориентировочную работу мы завершим в первой декаде 2013 года. Разочарованные активисты стучались во все двери с просьбой продолжить ремонт. Писали в местную районную администрации, в комитет по спорту и в газеты. Сейчас дошли до губернатора. Люди жалуются, мол, дел осталось самая малость. Окна застеклить, да стены побелить. Глава администрации муниципального образования Воскресенская Марина Косухина парирует. Не только в стеклах и побелке дело. Нужно назначить ответственного за спортинвентарь. Ставку для него предусмотреть. Но никто из местных активных общественников брать на себя лишние заботы не хочет. Ввести в эксплуатацию вот это здание старого спортивного зала без надлежащего уровня отопления, без надлежащего уровня охраны, в первую очередь, жизни людей, которые будут там заниматься. Такую ответственность на себя брать очень страшно. Нужно обязательно выделить какую-то ставку, чтобы действительно был человек ответственный и отвечал за все происходящее в этом здании. Альтернатива у местных жителей до недавнего времени была. Несколько лет назад в поселке построили новую школу. С современным спортзалом и всем необходимым инвентарем. Вот только для занятий здесь спортом существуют два препятствия. Стены в помещении гипсокартонные. И любой удар, например, мечом наносит им серьезные повреждения. Да и не пускают пенсионеров в школу без медицинских справок. Выделить им время для занятий тоже большая проблема. Дополнительные занятия для учеников расписаны до позднего вечера. На базе нашей школы работает 24 кружка и секции. Охват кружками у нас 80% учащихся. Но мы ставим задачу, чтобы каждый ученик занимался в секции. Ходить по больницам для пенсионеров – дело хоть и привычное, но хлопотное. А дома сидеть скучно. Пока занятия они себе нашли. Не дают местной администрации бросить ремонт. По заверениям властей, закончиться он должен уже весной этого года. А пока пенсионеры видят спорт, только по телевизору. Помещения пока нет. Вот и приходится сидеть дома. Без гантель. Зато в тепле. На следующей неделе ожидается, что приговор по делу Ивана Ивановиченко все же будет озвучен. Он обвиняется в убийстве семи из пяти человек, в том числе троих детей. Полтора года назад тела убитых обнаружили после того, как они уже неделю пролежали в ванной. Убийца их просто сложил друг на друга. Затем отмыл квартиру и продал украденные вещи. Отметим, что обвиняемый был близок с этой семьей. Ивановиченко виновным себя не признает. Прокурор требует пожизненного. В день суда 25 декабря в эфир нашего телеканала вводит специальный выпуск программы «02». Он будет посвящен расследованию этого преступления. Одного из самых жестоких не только в регионе, но и в стране. Мы вам покажем эксклюзивное видео со следственного эксперимента, комментарии следователей, которые вели это дело, улики, до этого дня ни разу не упоминавшиеся в средствах массовой информации, шокирующие подробности и кадры с места преступления. Проследите, чтобы рядом с телевизором не находились дети. Два-три удара я вам нанес примерно вот в эту область. Покажите, как вам носили удары. Удар наносил вот так. Сначала я положил туда детей, в сторону смесителя, который находится здесь. Я пошел на кухню, чтобы найти орудие для убийства. Я видел, на столе лежал нож, но у ножа было слишком мягкое лезвие для того, чтобы убить человека сразу, чтобы не приносить ему страданий. Эта неделя подарила нам повод похвалить нашу доблестную полицию, ведь есть за что здесь работают герои. Трое в шоке, не считая полицейского. Кратко, содержание героического поступка Константина Куприянова. Оперуполномоченный поспешил на помощь соседям, дом которых загорелся. Зашел в полыхающее помещение и вынес из огня троих мужчин, которые самостоятельно выбраться не могли. И находились в шоковом состоянии полицейские. Константин Куприянов – герой этой недели. А не герой сегодня Вячеслав Косырев, глава администрации Адовевского района. Он настолько боялся приезда губернатора и общения Груздевы с жителями, что подготовил номера заранее. Вопросы из зала звучали отрепетированные, ответы были заготовлены. За страх импровизации загоняем Косырева за пьедестал. И вернемся к теме мэра Тулы. Несмотря на то, что журналисты несколько недель готовили население к приходу к власти господина Прокопука. Лично я предлагала потренироваться заранее, просклонять эту трудную фамилию. Все же мэр города-героя. А при обращениях к Прокопуку – сплошные казусы. В общем, еще раз о мэре. Он не игрушка, он живой. В его руках отчасти ключи, потому он так везут. Все песенки о нем поют. Скажите, как его зовут? Мэр. Прокоп. Мэр. Прокоп. Мэр. Таким Макаром доживем и до следующей субботы. Берегите нервы, тренируйте дикцию. Всем до свидания. Продолжение следует.